Жанна Фриске стала популярной благодаря своему таланту и красоте, однако после объявления о ее тяжелой болезни на певицу в один миг обрушились взгляды миллионов людей. Но разговоры о ней не утихали даже тогда, когда она ушла из жизни, ведь у нее осталось многомиллионное состояние и огромный долг у семьи, который пришлось вернуть, продав недвижимость Жанны. А все дело в том, что на лечение Фриске собирали деньги всем миром, и судьба оставшейся части собранных средств, а также наследство самой певицы вызвали яростные споры со стороны как ее поклонников, так и родственников, которые разругались в пух и прах и до сих пор воюют. Наследство включало в себя значительную сумму, оцениваемую в десятки миллионов рублей. Претендентами были гражданский супруг Дмитрий Шепелев, единственный сын двухлетний Платон и семья Копыловых, родители и сестра Жанны Фриске. Так как завещания не было, многомиллионное наследство стало причиной настоящего раздора между ее близкими родственниками. Их отношения не были особенно теплыми, и денежный вопрос стал поводом для разродившейся семейной драмы. Дмитрий Шепелев не был официальным мужем певицы, он осознавал, что может ничего не получить. Но эта ситуация только усилила конфликт с отцом Жанной, который то и дело появлялся в различных шоу и передачах, раздавая интервью направо и налево. Шепелев понял, что ему ничего не светит, поскольку он не был зарегистрированным мужем Жанны, заявлял во всеуслышание Владимир, отец певицы. Предметом споров и судебных разбирательств стал огромный загородный дом и апартаменты на Красной Пресне. В итоге особняк был присужден Шепелеву, а элитная квартира досталась семье Копыловых. Но после достижения совершеннолетия Платона они должны передать ее сыну Фриск. Как наследник первой очереди, мальчик получил 28 миллионов рублей с ее личных счетов. Однако из этих денег 24 миллиона были потрачены на лечение Жанны, поэтому их пришлось вернуть, а также продать часть земельного участка, на котором находился дом, чтобы погасить долги. А Дмитрий Шепелев до сих пор не разрешает видеться Платону со своими дедушкой и бабушкой, справедливо считая, что они только хотят разжиться на ребенке.